вот где ходить надо бы и по кустам по этим шарится это точно вот этот трофей андрюша где-то на чуть побольше мы дужки или в районе дужки может какой-то ракурс там интерес так давай здесь река артуба 2018 год июль температура воздуха 40 градусов в тени мошка июль это месяц мошки жары и тишины в этот период крайне мало рыбаков на воде из всего летнего периода это наверное самый жаркий месяц а теперь только представьте помимо 40 градусной жары везде и всегда летает назойливая мышка ну а такое друзья мои вы увидите не часто это друзьям котел селедки и не четко реагирует нравился мне очень чувствительно единственное конечно для меня вот немножко как-то не крупные что сидит сошел первый судачек больше килограммчиков не надо было на им судьбу ну нормально это вот бомбер 24 лонг под синий цвет и знаменитый такой вот у германа германовский германовский бомберочек я на дне потому что еле касается дна то есть он прям у дна идет ну что 7 метров даже 7 с половиной где-то бандос 022 уходит нормально 018 загонял его на 8 лет вот он на дне сейчас пройдем еще у кустов и рванем туда к лесу рыба по спинам по чьим-то идет я почувствовал сейчас дальше в стаю прошли два рабочих воблера два рабочих воблера стоит у нас к прям жужжит На бухом неплохой смотри такой идет толстенький и стукнул хорошо упитанный хороший цвет тот хороший он редкий сейчас на самом деле редко найти можно у меня два угля таких осталось я больше найти не могу вообще вот желтый с черным желтый с чем-то с оранжевым уплотят всегда белый с красным тоже зашибись вот красный не всегда он его вот белый допустим может работать отлично с черным а вот белый с красным не всегда красный всегда не всегда работает пола рыжий вот я заметил хорошо работают морковь такая синие а есть какая-то вот изюминка у воблера даже не знаю там может типа битого стекла какого-то синие сбитым стеклом вообще работал на ура если вот это вот работает ну просто тоже превосходно блин а такой же его братец только такой битое стекло от у меня не закончились все оторвал большой там только один есть они просто 1 всегда вот еще не ставишь но он всегда такое ощущение что ну клёво нет а он ловит какая то есть вот все-таки вот невидимая изюминка рыба что-то видишь что мы не видим говорят цвет не влияет влияет еще как есть прям вообще легкий тычок просто тычок и вот довольно таки неплохой вроде бы экземпляр хотя может такой же как у тебя отрыв наверх идет мне не очень круто спиннинг конечно ух неплохо неплохо вроде бы какой боец такой живой стандарт какой-то прям и леда подрочный такой есть если здесь вот суребитик иди позови нам деда бабку всех остальных плыви уже что-то растопырил прощай ну было есть 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 суребит смотри что делает 65 дип крен а щука 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 Повезумлил. Немного, да? Да. Очень приятно. Повезумлил. Аккуратно. Живые, брат, все смотри. Вот такой дипкрэнк 65-й церебита. Вот такая щука. На котлеты. Чуть-чуть Илюша, блин, на крючке не оказался. Граню там не обломался, да у меня внутриск. Все целы в цевле. Жало, точнее. И ружало там у меня не осталось. Блин, короче, вот тут сейчас прошли, да, с Андрюхой? Две короткие. Правда, два коротких прохода, две рыбы. Вот дорогу. Вот дорогу. Чуть-то было-то. Проход, две рыбы. Чуть-то было-то. Кольцо, что смог. Петлю вырвало что ли? Да. Как да? Не знаю. А, вот он. Ох ты. А, кольцо разогнул. Вот церебита, вот ребята, кольцо разогнулось. Облер родной церебитовский. А у меня, короче, этот багли. Ну, игра хорошая. Но видно, в принципе, бутылочка наверно в заброс. Я фиг его знает. Ну, короче, что-то Андрей меня опережает. Надо менять воблер. Ставить какой-нибудь другой. У тебя кольца есть. Сейчас мы заменим Андрею колечки. Только у меня четвертый бы желательно. Номерочки поставим. Есть ли у меня четвертый или нет? Да, есть. Вот на всякий случай мы держим кулички разные. Вот четвертый номер для церебит подойдет. Давайте мы заодно и тебе, Андрей, храним, чтобы нормально сейчас найдем в моей аптечке. Дайте колечко. А я поищу тройничочек. Вот такой я тебе отдам. с американского бутылочка. Он все-таки получше все равно. А я поставлю другую приманку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поставлю вот такой дипшикер, дипвитчер под дипшикером. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первые рыбачки на воде. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты вводи его, оставляй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное, чтобы она не трепахнулась. но садил она может скачать колечки в норме крючки в норме на ендорадо собака подальше от яиц подальше от ног прям зажимаем сильнее сильнее джиговать с такой мошкой не очень вот остановились опять всего облепили мошка все-таки есть мошка такой вот дырочек колечки держит пока есть конечно больше щучье место схватил схватил вправоту схватил обратите внимание я поставил другую приманку и стал облавливать андрея хотя дипкэнк 65 у него и продолжал ловить в два сразу любит дип шекер и дип вечера гербал сейчас взял вообще проводку походу опять отпускать дип вечер короче работают приманки под суребита дип шекеры и вот родной дипкэнк 65 андрюши это просто очень старая уже приманка у меня постоянно вот это вся такая интересная коцаная в зубах нет начинать сегодня у меня был очень сильно удар чуть спиннику мы потеряли зуб клык наверно судак возможно андрюх он и там стоял тоже наверно на двух метрах мы там ни разу по такой глубине не ходили кусты даже шевелятся рыба трется наверно сазан вон там я в кустах сейчас возможно будет здесь и слал рыба стоит автор поиск просто по весу мелкие вообще просто не знаю кошмар как окунь бирж бирж но если он так отпущу купайся домой есть вас они есть всех сошел вот это вот что-то поинтересный а вот это что-то поинтересней а вот это что-то что-то прям вот у судак морду закрыл но почему-то он да он там висит пол не очень вот почему-то интересный промазал стук прям раз удар сошел я вообще попробовал чистить да твой вообще четко рисует не знаю что он рисует но он прям что-то сама на походу сон подымается ни хрена ничего не показывает вот какие-то рыбы в принципе это ихловод тоже стоят они в датчике посмотрите глубина разная то есть перепад глубины тоже так сравнивать конечно тяжело но один стоит 40 лет другой стоит 16 для 16000 думаю нормально так многие спрашивают какие застёжечки мы ставим ну вот эти вот дешёвые их немножко надо дошаманить кстати Андрюха догибать надо но на всякий случай я догибался вот эту часть вот эту часть вот эту поджимай нет 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 вот вот это как он русские застёжки 3 4 номер очень офигенные или вот застёжки фишсизм 4 номер якобы корейцы ну наверное в Корее делают не знаю в Китае где он делает это наша фирма фишсизм сезон руболота а эти да вот застёжки вообще очень модные они очень дорогие они если вдруг что завязываются в узел вот если больше 50 килограмм нагрузка то они начинают завязываться просто в узел но эти застёжки дорогие 190 рублей с упаковкой такого плана застёжки где-то рублей 40-50 стоит эти тоже где-то вот цену поводки ставим метровые ну 80 сантиметров тут стоит 50 сантиметров но я люблю метровые или сейчас после надёжности сделали полтора метра здесь у нас сейчас нету полтора метровые поводки чем такая длина удобна это при допустим когда я потом видео отдельно сделала когда мы приманку тащим вот допустим вот это бровки вот и поводок вот сейчас на спинке покажем если приманка у нас примерно на дне а вот у нас бровка и вот у нас будет плетенка тереться обракушечник обровку а здесь у нас поводок уже предохраняет для этого длинные поводки нужны есть дип шехер deepcrank ну не давай на твич вы прям под нам плещите сейчас без подсвечника поднимай Ну, поднимай Отпустим или что? Что такое? Пиявки, видишь? Не заходи Есть Ну, не так Нет, не треш Ну, неплохой По нынешним временам неплохой Ну и вот этот посадили Прозрачность-то Слушай, мы посадили вот этот Да А что он-то разгибается? Ну, значит, надо его Ну, не достойно этого воблера Нам нужен трофей для Фотографии Трофей для фотографии Трофей для фотографии Здорово, да? Да Молодец Давай, хватай Можно фотографируем Есть Да Дна даже не касался Ну, не даю сказать Может посадим два Таких Некрупный судачок Как поднимешь? Поперек прям взял Финский воблер Нильсмастер Эти приманки Очень уловистые Но, к сожалению В этом фильме Я вам его больше не покажу Часть видеоматериала Была испорчена К сожалению В этом фильме толстенькая 32 бандитик отстрелялся точно судачок вопрос какой ну ты же размер побольше то столбу вспомнил бери будем фотографировать будем тебя газету надо мне сейчас вот отчеты конечно неожиданное мнение не давай-давай тут скажут опять тело на бандосик синий от керман вроде бы неплохой спиннинг джерк конечно гнется хорошо эмоции дает понравился нам спиннинг с Андреем неплохой но я думаю где-нибудь подушечки если не ошибусь и наверх не идет и приподнимается на больше килограмма точно больше полутора на ну не дают меньше трешки не промажь так Андреем лучше да прям лучше как прям последний момент как по воду появится вот выжили на полу чем еще хорош вот этот трофей Андрюша ставим приманки более крупные и сразу же судачок пошел намного крупнее в этой поездке к сожалению средний вес судака был в районе полутора килограмм это где-то наверное чуть побольше может двушки или в районе может какой-то ракурс там интерес так давай взвесим 2 2 2 2 700 2 700 так тряники под разогнул вот такой синий акад герман тряники конечно слабоватый но один разогнулся есть саша есть но это не очень крупный поход хотя опять спиннинг джет гнется нет поменьше случилось просто вот так в воде оставляю и на мысль и спиннинг на мысль и воборот если поджога не будет не наступить на мысль все-все и прямо на мысль но где-то в районе двушки тоже вот так вот такой джиджи бандит от герман синенький в очередной раз порадовал меня трофеечками один мы взвесили получилось насколько 2 700 этот поменьше где-то в районе наверное ну двушки мошкил 800 где-то так вот и отпуск я делал на 200 футов то есть до этого я отпускал где-то 120 футов 130 110 ну не очень как бы может быть совпадение может быть нет Андрюха а ты на сколько отпускал на 120 сейчас на 200 тоже на 120 до этого мы ловили тоже на 120 но вот сейчас вот на 200 футов и прям вторая поклевка именно поклевочка не сам не садится а такой тычок подсечка судачок скорость лодки тоже продолжают многие спрашивать с какой скоростью идти все зависит от воблера от течения от условий ловли главное чтобы воблер работал как он будет работать это все зависит наверное от предпочтения рыбы от нас но имеется не как он будет работать а как его подать рыбе то есть допустим можно провести его более плавно то есть вот я на 200 футов отпускаю его уже как бы играет более плавно плюс минимальная допустим какая-то скорость там три километра три с лишним вот он уже более плавно играет если я ближе к лодке его подвожу скажем на 110 футов если его провожу отпуск делаю скорость там допустим даже та же самая или там чуть побыстрее и он уже более активно и работает тут надо смотреть на предпочтение самую рыбу судака там щуки кого вот как то так то есть скорость нет там конкретно там прям вот идем с пять километров в час нет мы даже практически вот в этот раз ходили со скоростью где-то в среднем ну где-то четыре километра в час но это про скорость тоже если вам интересно ну как так дальше это да есть 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 он да андрюша труд неплохо как меняется и меняется умение на мысль на что-то в районе двушки можно уху клуб и подходит там неудобно что-то как-то интереснее меня сюда одном и том самом месте поменялись мобберами андрей отдал тут синий от герман бандит себе поставил штормскую приманку у меня тишина ну вот может была одна поклевка но непонятно а дошли до рыбного места и андрей поклевка все-таки вот воблер имеет значение цветы сама приманка отпускаем также пока на 10 футов шторм молчит молчит на тоже что-то на районе да больше полутора вот он знаменитый личность 31 цвет бандит подача была на меня ой мелкие я уже наверху вот крупные мало поклевка там сильная подача была бен соответственно получается не крупную рыбу меньше поклевка крупнее рыба поклевка была думаем и вообще-то да я так справлюсь сойдет значит сойдет это такой неплохой пиявка у меня даже на этого наполните значит да он не очень еще пока активно как папиросу за хвост так ну что вот у нас второй день никто не тоже второй день 2 рыбалка у нас вчера вечерняя была и сегодня вот мы вышли с утра ловлю я на прошлогоднюю катушку то что все приобрел колдула трата клумы очень доволен ей даже привык уже к праворукой катушка очень мощная скоростная мне она очень понравилась причем как бы довольно таки неплохо она проворачивает прокручивать ловили судака там по трешку нормально спиннинг взял в этом году на тесту ложанки значит серия джерк 210 до 160 грамм спиннинг мне больше понравился чем скажем от кайды и чип чем мне больше понравился понравился мне тем что он пожестче тоже какие-то ну мои палочки мне такие нравятся халочку пытались мы с ним протащить протаскивает нормально но единственное как будут сама выдержит ли он или нет с этим еще пока непонятно со мной подался но я думаю судака любого возьмет и щуку любую возьмет то есть кто на сама не рассчитывает палку 100 процентов подходит отлично все сделано единственное единственное хотелось бы чтобы ручка была здесь потолще она идет на сужение можно было бы сделать потолще вот этот оголенный бланку он конечно дает какую-то определенную дополнительную чувствительность вот это уже оголенный план когда держишь здесь пальцем курок тоже как бы все хорошо чувствуется вот эта часть могла могли бы сделать потолще эту потолще тоже так принципе больше нареканий на палочки нет единственное что мне попалась палочка немножко бракованная тоже вот поеду менять вот ручки такая у андрея все нормально как будет палка в отличном состоянии на река не вообще нет у меня попался небольшой брачок но это откручивается и полностью меняется я думаю что мне без проблем поменяют как то так все мы сегодня до 7 утра наловили очень много рыбы озвучивать количество не буду сейчас ограничение определенные моего немножко немножко и брали хорошая рыбалка все отлично мошка вот летает жужжит но особо она она не кусается я бы сказал кусается очень редко просто как бы надоедает очень хорошо от мошки помогает массовой гвоздики спреи мы пробуем там разнообразные то что мы вам показывали в самом начале они помогают конечно но не так такой спрей более-менее помогая здесь есть масса ну короче добавлено гвоздика масса гвоздики минут на 15 до хватает и все и потом они опять перестают вот этот спрей мне вообще не очень понравился здесь написано там с обратной стороны что тоже от мошки мошки от этой вообще эффекта никакого не почувствовал ну все наверное поедем ему устали мы наловили очень много уже будем отдыхать до поймали щуку на 300 судака на 2 700 но и так были там в районе двушки судаки такие неплохие разные много 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 ловили подалась в основном на крупный судак попадался в основном на бандитообразные приманки там ангерман а там родные бандиты очень сильно отличился от синий цвет но всегда вот такого плана всегда он ловит всегда он как будто неплохо себя показывает на такой цвет тоже ловили короче поподробнее о приманках расскажем в обзоре так что смотрите все мы погнали домой да вот нас неправильно разворачивать давай сюда узнает за там не напрягайся нет пусть входит постараемся и хвостов парня что ты на хребе хотя наверху не нормально бандусик гундусик и он dd 110 завалилась давит ой судак не хватает размер нормальный говорят и он dd работает только по щеке судак дачок вот такой и он dd новенький и вот такой судачок и забойки реплика плантация 4 метров что-то хорошо согнулся сейчас еще не фига что и поэтому и так и 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 вот где ходить надо бы не по кустам по этим шарится это точно у вас не не ноги с двушками так как бы мне теперь тебя обратиться сюда аккуратненько взять закрыл осмотре я хочу пассатижами вот весенний судак конечно намного приятнее с ним работать он опять синенький бунтосик от герма цвет затариться все их уже игру показал фильм уж вы народ уже виску всех скупили и ручку не видно было немножко спиной масло гвоздики на лоб когда попадает рекорд щипать нет но на лучшем конечно не знаю но лучше чем кайдерский лучше чем интерцептор кайдерский имел свечу звонкий упругий то что мне нравится а лучше как будет вроде не работает он не работает не дергает больше не дергает больше не дергает больше малышок синие цвета опять синий я поставил рыжий тишина попробую зеленый на риск это не крупный стандартный там у нас крупнее поменьше очередная поклевка здесь покрупнее может но сейчас попробую здесь вот тоже туда не буду спускаться база романы что же пустая вообще смотри не одну вот не вообще на воде нет кроме нас заковырялись подсачек бывает в следующем фильме об июньской поездке это будет четвертый фильм мы вам покажем спиннинг калачу стандарт нам эти палочки очень понравились джерк размером 2.10 с тестом до 160 грамм и овача 2.10 с тестом до 300 грамм овачу мы рекомендую вам взять именно 2.10 так как в размере 2.40 овача не такая упругая строй этой палочки уже превращается ближе к среднему нам же нравятся спиннинги с быстрым строем или даже со сверхбыстрым строем подписывайтесь на наш канал ставьте лайки ну и конечно же ловите больше а отпускайте чаще такой судачок а 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 В море стонут ураганы, в синем море тонут лодки, большие корабли...